...своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает Ведьмака лишь на шаг, и всё же она оставалась неуловимой. Тут, кстати, мужики попадали, которых я вырубил в прошлый раз. Ну что ж, платва, хватит сжать технику. Она вот там что-то кривала. Нам скакать 500 метров. Поэтому потрясающему миру. Новая отметка, доска объявлений. Дополнительная задача. Так, доска объявлений и, собственно, различные значки. Ещё задания здесь есть. Давайте посмотрим, что на доске. Десертир, заказ. Лихо у колодца. Так, вот заказ. Это что? Помощь ненужчим не интересует. Десертира поищем. Непролазные леса и туманные болота скрывают много тайн. Это интересные места. Они указываются знаком вопроса. Рядом с вами всегда есть что-нибудь интересное. Чтобы увидеть особые места, откройте бэкспейс. Ух ты. Карта мира. Так. Нажмите таб. Так, мышка передвигать. Обещано значком. Доступные задания можно взять. Ну, вы сами всё видите прекрасно. Заказ лихо у колодца. Надо поговорить о задании. Вообще много всяких заданий. Фильтры, опять же. Рюкзак. Здесь показаны предметы, используемые на данный момент. Здесь показаны прочие, принадлежащие предметы вам. Используйте фильтры, чтобы просмотреть предметы определенного типа. Здесь находится информация о наиболее важных характеристиках нашего персонажа. Ага, перетащить. И фильтрация. Это, собственно, заказ. Можно прочитать письмо. Химия и ремесло. Вещали задания. Другие предметы. Опять же ремесло, ребята. Доспехи. Персонажи. Учения. Информация о... Монстрах. Что нам помогает в бою против них? Описание. Гули. Помогает нам в бою масло против трупоедов. А против грифона. Бомба. Масло против гибридов. И арда. Знаки. Будем иметь в виду. Задание. Сиренник, рыжовник. Это основное задание. Видимащие заказы. Уровень второй. У меня первый. Опять же, если мы берем задание, не подходящее нам по уровню, будет тяжеловато его выполнить. Ну, возможно, естественно. Кстати, поговорим с Вилли. Что здесь произошло? Да вот что-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потренскивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну, как ты думаешь, что случилось? Баран. Ржачный. Спалили мне халупу. Мастерскую. Все, я потерял. Все. Блин. Ой, не могу. Ну, почему-то какой-то реально прикольный. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека. Думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе. Так что приходится и на гарнизон работать. Липаю в пугнутые панцири. Отковы ставлю. Все такое. Ни львгарцы не платят, ни гроша. Дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на кучу золота. Вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать. Плеются при виде меня. А теперь вот это. Ну, давайте поищем. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось. Но я дам тебе все. Лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно. Удачи. Так, за хатой. Игра с огнем. Отслеживать задания. Ну, давайте. Может быть, мы сейчас быстренько определимся. Интересные места. Человек, попавший в беду. Военные трофеи. Контрабанда. Газод чудовищ. Места силы. Логович. Логович. Чудович. Сокровища. Делаю себе прощуп и поймаю медведя. Лепестки. Мальчик. Что нужно сделать, чтобы получить такой меч? Так, что же здесь такое интересное? За хаты-то было. Надо смотреть. Прощуп и поймаю медведя. Я пока ничего не вижу. Опять же, это такая тренировка. Малой, это по-любому это ты, да? Что нужно сделать, чтобы получить такой меч? Малой, пошел отсюда. Фу, нога собачья. А вот, смотрите, смотрите, следы. Отследили. Куда же они нас приведут? Подозвать в лошадь можно. Почему-то задание мне показано вообще туда идти. Ну, вот же, следы я нашел. Хм. А, ну вот отсюда он пришел. Хотя нет, следы наоборот показывают, что он здесь закончил. Ну-ка. Следы сапог узкий и большого размера. Так, здесь теперь мы должны искать, да? Это вот такое первое здание, где я выполняю в таком стиле. Искать что-то. Удочка. Можно порыбачить. Опять же. Мужик, наверное, ничего не видел. А нам нужно осмотреться. Он снял бы шмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Ага. Хитрый, сука. Так, где курица? Куда же эта сука пошла? Может, малой знает? Не, она вряд ли. Кстати, он мог где-то здесь что-нибудь сделать. О, что это у нас? Да, это просто текстуры. И я это думал. Ну, в один счет, там бесполезно смотреть. Он снял бы шмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Ну, что-то кто-то из этих уродов. Ну, Норлинг? Не, солдаты навряд ли. Блин, где-то в этом радиусе. А во! Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы. Но он сумел убежать. Сапоги. Так, 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 давайте сапоги посмотрим. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Мужик без башмаков. Надо повнимательнее следить. Так. Следы ведут обратно в деревню. Как кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмата пытать. Кто-то аккуратно случился у околицы. Варайан Корзан. Как ему чик-чик. Башку-то и отрубили. Козья шкура. Красная нова. Куло такое? Только мальчом... Не-не-не, я... Не совершаю. И что-то не вошло в кровь. Не сильно. Рана была неглубокая. Неглубокая рана. По каплям крови ориентируемся. Куда он пошел? Так. Опа. Кажется, мы нашли. След обрывается. Я смогу узнать его по ранее. Так. Найдите человека раненого. Благодаря чутью. Где же ты? Вот. Ты как тебе утопцы? Это должно быть он. Это по-любому он. Поганая рана. Нарвался на утопцы? А тебя ебёт? Ого. О, кашель. Не только поджигательная. Мастер-желинного ответа. Ну пойдем, кузнец тобой поговорить хочет. Я с не людьми не разговариваю. Потому как они ублюдки все. А красноледые из них, ну их хуй же. Жадные как сороки. За золото все сделают. И теперь говорю. Которыми нам нельфы потом горло режут. Верно я говорю. Послушай. Поговоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай. А я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я её инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твоё. Не. Поджигать это... Блядство. Ключи от сорок и краснолюдов не жадные. Так что ты меня не подкупишь. Ах ты сука. Сейчас ты у меня получишь. Мда. Ну попробуй. Ну давай. Я с удовольствием разомнусь. Я тебе рожу начищу. Тварь. Вот мразь. Алкаш. По почкам, по почкам. Хорошо. Давай. Всё. Нормально дерётся, тварь. Что? Давай ещё попробуем. Нормально, самое то, драться с помощью кудр-атаки. Пора заканчивать. Бразь. Если битва кажется слишком сложной, вы можете отступить и продолжить сражение позже. Нет, ты чё? Гераль так не делает. Это же изи. Перестань. Я сдаюсь. Хуя. Это нос у меня сломал. Но не ноги, так что пойдёшь со мной к кузнецу. И по-хорошему советую на этот раз без глупостей. Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. И пелка? И пелка? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй! Солдат! На минутку. Нет! Вилли! Умоляю! Я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придёт подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, её уничтожение — саботаж. Значит, обойдётся без суда. На дерево его. Сурово. Ну, правильно. Уж теперь тебя в деревне полюбят. Уж теперь любись они всем в жопу. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Ой, блин. Теперь вот думаю, может, хоть они и здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манер. Но да не важно. Твоя награда. И, кстати, я же кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела? Кое-что могу выколоть. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Ммм. Это первое задание, которое я сделал. Ну, такое дополнительное. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на это? Сделаем мне одну вещицу. Что мы вообще можем сделать? Не хватает ингредиентов. Оружейник. Так, так. Лифа. Сборка предметов. Шкура. Обрезки кожи. Проволока. Такие вот предметы нужно, чтобы что-то создать. В основном. Ммм. Да. Починить можно. Починить все. За 25. Былай. О, обалденно. А это хорошо, когда у нас в корешах кузнец. Загласитесь. Давайте попробуем убить Грифона. Ой, там пацан что-то, походу, сейчас попадет. Или нет. Сейчас посмотрю, что у меня есть. Заказы. Ага, у колодца. Два задания мы выполнили. А, ну вот. Поговорить с отдалоном о задании. Давайте поговорим и отправимся потом в Белый сад. Так, теперь мы можем так вот перепрыгивать. Это очень полезно. Так, где вход в хату? Вот он. Энергия. Ну да ладно. Хата вроде нормально, деньги есть. Призраки. Призраки там завелись. Жилет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас похватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя, Люба, выпила полку в шина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво, или брашки. А воды как раз. Непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гроба встала. Платье на ней грязное, все изодрано. Кожа прямо кусками сходит. А воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Чтобы потребовать более высокого вознаграждения, выберите сумму с помощью мыши. Нажмите для подтверждения. Если собеседник примет ваше предложение, вы договорились. Если вы потребуете слишком много, то собеседник будет недоволен. Не торгуйтесь до упора, иначе он прервет переговоры. 20, 21. Ну-ка. Вот и договорились. Ну, нормально. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В хучах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Давайте посмотрим. Лихо у колодца задание. Иди ко мне, мой верный конь. Хотя, по-моему, это не конь. Есть там у него, ну-ка, достоинства коня. Итак, найти духа, обитающего в колодце, и мы отправляемся в лесочек. Что немного пугает. Хотя, сейчас час дня, ясно. С кем ты разговариваешь? Тут у него нет, а вы. Снова нас вводами называют. Так, все, стальное оружие. Годи, плотва. Серебряный меч. Звуки прям как настоящие. Вот в лесу я. Покинуто я делал. Ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Духа, обитающий в колодце. Есть какая-нибудь инфа вообще? Что это за тварь? Так, инфа у нас была, по-моему, где-то... Здесь. Пока еще нет. Мы сейчас должны подойти и появиться. Прочитать информацию о полудиницах. Так. Мини-персонажа. Медитация. Нет, медитация плохая. Где? В данном месте. Вот, духи-призраки. Лихо у колодца. Что нам помогает? Бомбочка. Масло против призраков. И... Ирден, знаки. Ирден против них работает. Полудиница. Это призрак. Вот такой вот. Симпатявый. Что-то привязывает. Могу я полудиницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Логическая ловушка. Ирден выставил. Какой-то предмет, да? Я не хочу с этой хренью сражаться. Я очень боюсь ее. Погода, блин. Стала плохой. Что же это за предмет такой? Ну-ка. Вы мужчину всадили нож. Он умер на месте. А потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна. Но это не его кровь. Так, дневник. Дневник? Может пригодится. Прочитать дневник из разрушенного дома. Так. Ну, постоянно приходится открывать. Так, 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 так. Ну, вначале, да, немного не превышено. Но потом... Все это быстро буду делать. Умение персонажа. Очков пока что ноль. Но, думаю, со вторым уровнем мне даже не будут что-то дать. Ну, вот, рюкзак. Вещи для задания. Прочитать. Прочитали. Да, для галочки. Браслет. Может, он связывает души девушки с этим местом? Пятна крови едва различимы. И вот и сюда тащили еще живым. Это мы уже узнали, да. Собачье сало, эссенции. Вот. Чисто серебро. Отменная тема. По-моему, здесь все. Хотя здесь он говорил про какой-то браслет. Следы окрывавленных ладоней. Руки маленькие. Женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно. Но, может, я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один свет у колодца. Так. Выяснить, что привязывает полудницу к разрушенному хутору. Посмотрите, колодец используя ведьмачье чутье. Страшно. Страшно подходить. Посмотрите, как изменилась погода в этом месте. Призрак. Призрак не атакует. Ого. Я подошел слишком близко. Так. Заходи сюда. Ну давай. Ого. Она исчезла. Но завтра наверняка вернется. Что-то ее здесь держит. Надо... Надо найти, что же это. Похоже, полудница не отходит от колодца. Следы крови почти исчезли. Похоже, полудница не отходит от колодца. Но видна штрум. Повешен на веревке от ведра. Надо достать труп. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленький, челюсти женщина. Зубе по зубам лет 30 без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был муждин браслет, и пусть потому и отвалился. Блин, это вообще классно. Придется сбрыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Мне нравится. Офигенно. Еще в стиле таком, в любимом моем сериала «Свихъестественное». Ну, плохое сравнение, да. Но... Только так. Спуститься в колодец. Оп. Ц, чтобы нырнуть. Чтобы вынырнуть. Так. Смотрите. Все. Так. Еще есть одна опасность. Неизвестно, есть ли здесь какие-то твари. Все. Давайте искать выход. Ммм. Где же выход? Там, походу, можно как-то занырнуть. Или типа того. Сейчас поищу. А, ну вот, смотрите. Улов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа. Но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Сейчас будем сжигать, наверное. Будет интересно посмотреть на этот процесс. Скажу я вам. Так. Выход из пещеры. Возможно, здесь нам придется еще проплыть. Каждое задание обалденное. Даже дополнительное задание. Очень интересно играть. Не-не-не. Давайте сначала воздухом подышим. Давай, 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 давай. Все. Плохо. А, кстати, там у меня, по-моему, был арбалет. Или его еще нет? Нет. Еще нету. Есть болты, но самого арбалета нет. К сожалению. Позже появится. Так, сейчас полуденница будет защищать. Надо подготовиться. Сделать масло призраков, выпить эликсидов. Да, это интересно тоже. Давайте. Так, алхимия. Это, наверное, не то, да? Масел и бомб. Вишневая наливка на спирту. Я, наверное, ничего не смогу еще сделать. Хотя должна была игра подготовить меня к этому. Да, у меня нету ингредиентов для создания чего-либо. Вот. Может, где-то что-то пропустил, не набрал. Но мы знаем, что... Ирден. Ловушка нам поможет. И, в принципе, должен справиться. Ох, сейчас будет интересно. Что у нас тут за травушка растет? Вообще, из чего делается... Сейчас мы посмотрим. Глассарий. Глассарий. Вести. Паутница. Масло призраков не показано еще. Сделается лунная пыль тоже не показано. Хотя было бы полезно навести ей, чтобы там прям отображалось. Глассарий. Согласитесь. Вот бомба еще делается. Масло против призраков. Гежисала. Ринарий. Я вообще не видел, где это растет. Это грибочки, типа. Ну, Ринарий, я ничего не замечал. Хотя вот 2-2 тут должны быть. Не хочет нас игра подготавливать? Ладно, ничего страшного. Итак, разберемся. Ну, что, плотва, страшно, да? Согласен. Я готов. Будет она появляться? Не, не появилось. А хотя... Что-то зеленым все стало. Ой, какая симпатичная. О, сработало. Вылезла. Иди, иди сюда. Так, наверное, надо от нее как-то уворачиваться. Желательно. Левушка, иди. Давай, давай, давай. Ой, 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 ослепила меня. А, это... А, это манка. Обалдеть. Все. Победили. Она ушла. Навсегда. Так, вот. Эссенция. Утаген из полудницы. Все возьмем. Так, конь не хочет внутрь сюда заходить. Кстати, это у нас трупы зверей. Да, такая вот трагичная немного судьба этого поселения. Собачье сало. Что-то надо будет только пригодиться. О, так, шкуры. Блюда нам нафиг не надо. Все, ладно, отправляемся. Обратно. В соседнюю деревушку. О, сразу погодка нормальная стала. Да, ребятки, эта игра явно заслуживает звания лучшей игры года. Ну, претендует. Мы еще не знаем, что выйдет, но уже намеки на это и есть. Пожжу так вот быстро скакать. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара Волькер. Говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для любовь приданное собрал. Без вас бы она до свадьбы не дожила. А так и есть надежда. Надо же. Вот уж не думал получить приданное. А я и подумать не мог, что оно ведьмаку достанется. Странные времена настали. Правда? Странные и печальные. Ну, мы спасли жизнь дочки. Она поправится, я уверен. Лихо у колодца. Задание выполнено. Ну что ж. Теперь идем по основной сюжетке. Разузнать о Йене. Еще. Мне до сих пор не дали уровень. Так. Можно будет потом еще порыбачить нам с вами. Давайте посмотрим, может, я могу что-то создать. Наконец-таки. Мне это очень интересно. Так. Смотрим. Не хватает ингредиентов. Потом пособираем. 400 метров. Нам скакать. Мир открытый. Можем куда угодно отправиться. Вот, смотрите, опять же, задание здесь. Ну, ну, ну. Что ж ты не хочешь. Без слова. Ничего больше взаймы не дам. Что такое? Луч потеряла, бабуся. Нет. Сковородку. Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах. И вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил. Потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает. Нет ли у тебя бабушка березовых коры? Ягод черемухи или хотя бы несколько укольков? Нет, говорю. Чему-то она. А вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глупости у людей выспрашивает. Только вижу, что он совсем меня не слушает. А все на сковородку пялится, как сорока на ложку. Адал же, говорит бабушка, отдам с утра. Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Кажись, что-то тут неладное. Захватывающая история. Надеюсь, оно скоро закончится. Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня. И только я и видела, и его, и мою сковородку. Она старая была, черная, от сажи. Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький? Принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно. Потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот второй, он должно быть, там лежать и остался. Кажись, он его зажарил и сожрал. Давайте глянем. Заказы на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Так, сколько нам? 300 метров? Ну, в принципе, недалеко. Не, не, подождите. Ви-ви-ви-ви. Надо было сразу нажать на Ви. Ну, ладно, сейчас мы быстро пометим. Дополнительное задание. Сковородка. Отслеживать задание. Да, вот здесь за дверью. Собственно. Эй! Куда? Конь! Так. Объекты, которые можно разрушить, отмечены значком. Чтобы разрушить объект, переграждающий вам путь, подойдите ближе и наложите знак ARD. Кроме того, объект можно взорвать бомбой. Давайте лучше знак используем, потому что... Ну, тратить, блин, способности свои. Точнее, тратить этот... Кренок пить неохота. Так. Че у нас тут? Трубка. Будем курить. Пластина из темной стали. О! Это нам надо. Уголь. Козья шкура. Тело. Понятно, откуда запах. Ммм. Кнический порошок. Удушен. Городой. Остальное старые шрамы. Как у солдата. Солдата убила. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Может, наденьла какая-то? Кинжал взял. Чертежи предметов. Окей. Отвар из вилохвоста. Логический предмет. Еще один. А вот, собственно, и сковородка. Вот и бесценная сковорода. Только от Драйна и дочистых. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сажа. Чтобы сделать туши и написать письма. А, я уже думал, на ней он готовил. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Да, есть такое. Так, подождите, вот. Тут у нас статья. Какие-то документы сожжены почти дотла. А некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Попробую прочитать. Нашел сковородку? Да, сковородку я нашел, бабуля. Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от Сажи. А в эту я бы смотреться могла, если бы хотела. Только уж годы-то летели. Этому господину была нужна именно Сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А-а-а. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтобы трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле нильфгаарцем. Погоди, погоди. Тепя кое-что благодарность причитает. Только не целуй меня, ладно? В дорогу. Хорошая бабушка. В дорогу нам яблочек дала. И хлебушка. Вот это я понимаю, бабка. Три задания выполнил. Ладно, давайте следующее задание будет уже в следующем выпуске. Мы сейчас быстренько прочитаем. Прочитаем, что у меня там вообще есть. Что за чтиво мы такое взяли. Идет сообщение. Посмотрим, могу ли я что-то создать. Нет, не могу. Потому что... Потому что чего-то да не хватает. Такие дела. Так, а из алхимии? Опять же тоже. Что-то есть, чего-то нет. Короче, все буду собирать, все цветочки. Вот, кстати. Кинжал. Урона побольше. Шифт сравнить. Ну-ка. Плюс семь. Этот меч получше. А этот мы оставим и продадим. Вот. Картамира. Сиреный крыжовник. Ну все. Сиреный крыжовник будет в следующем выпуске. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И любите играть в игры. Увидимся совсем скоро. Всем пока.